Рассотрудничество не собирается работать и поддерживать контакты новым министром информации и общественного развития Казахстана Оскаром Умаровым, потому что тот придерживается русофобских взглядов. Об этом заявил глава рассотрудничества Евгений Примаков. Рассотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью. Что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым министерством информации в нынешней конфигурации, написал Евгений Примаков в своем телеграм-канале. Он также привел несколько цитат Умарова, когда тот негативно высказывался о русских. Он предположил, что назначение Умарова – это пример того, на какие компромиссы приходится идти президенту Казахстана Касым Жамар Такаеву. Он заявил, что уважает решение Такаева и надеется, что такие компромиссы не разрушат взаимоотношения двух народов. Особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане, заявил Примаков. В Казахстане в начале января жители вышли на протесты из-за роста стоимости жиженного газа. Протесты переросли в столкновение с полицией, в результате чего умерли 20 силовиков. В страну отправили миротворцев из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Военные охраняли государственные и социально значимые объекты. В стране объявили режим чрезвычайного положения. Такаев на фоне беспорядков отправил в отставку правительства страны. Недавно глава республики выбрал новый состав Кабмина, который приступил к работе 12 января.